В республиканском наркологическом диспансере обновление лаборатории. Новый хроматограф это прибор для количественного определения этилового спирта в биологических жидкостях человека. При поддержке правительства и главы республики изготовили и специально доставили из Российской Федерации. О его технических возможностях расскажет Юлия Резникова. Новый хроматограф здесь ждали без преувеличения целых 6 лет. Старый прибор летом 2014 повредил осколок вражеского снаряда. Все исследования на определение количественного содержания спирта в биологических жидкостях человека проводили по клиническим показаниям и выдыхаемому воздуху. Новый хроматограф не только значительно ускорит и улучшит исследования. Они будут иметь, как говорят специалисты, безоговорочную юридическую силу. Это достаточно такой весомый шаг сегодня в медицине, потому что это действительно и в плане диагностическом, и в юридическом плане очень важный шаг и важное событие. Прежде чем биологические жидкости попадают на исследования хроматографа, они проходят обязательную процедуру подготовки. Для этого есть специальная лабораторно-техническая комната. Здесь по методике к образцам добавляют реактивы и уже после отправляют на исследования хроматограф. По методике добавляется трихлоруксусная кислота, внутренний стандарт изопропиловый спирт, флаконы после предварительного разделения смеси на три флакона укупориваются с помощью кримпера и после этого отправляются на исследования в газовый хроматограф. Газожидкостный хроматограф на три поколения новее предыдущего. Его технических возможностей хватит для того, чтобы проводить около 20 исследований в день, в том числе и жидкости, которые до появления хроматографа находились на хранении в наркологическом диспансере. Тестировать новый прибор начнут именно с них. У нас сейчас есть жидкости биологические, у которых не закончился срок хранения, значит мы первым делом начнем заниматься их исследованием. Сейчас новый прибор проходит необходимые пусконаладочные работы, калибровку и тестирование всех систем. Проводить исследования на новом хроматографе специалисты наркологического диспансера начнут уже завтра. Исследовать на нем будут образцы, которые поступают в диспансер со всей территории республики. Юлия Резникова, Александр Остриков, Вести, Луганск, 24.